Культ, 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 Культаход И действительно в Кирове 12 часов и 5 минут и в эфире программа Культ Поход самая любимая программа города Кирова Сегодня день непростой, сегодня как выяснилось последняя пятница уходящего лета и на город наступает целая вереница этих грустных праздников Завтра будет последняя суббота, потом последняя воскресенье и так далее. Но мы унынию не предаемся. У нас сегодня прекрасный гость, прекрасная тема. И мы начинаем нашу программу. У микрофона будет Светлана Дождевых. И Николай Голиков. А в гостях у нас сегодня Арсений Кифаренко, граффити-художник, координатор общественного проекта «Раскрась фасад». Добрый день. Да, еще участник фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «Форм-арт». Я хотел сказать чуть позже. Еще добавить любимое возрастное ограничение нашего редактора Анны Лапшиной. «Ноль плюс». Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Все, очень рад здесь находиться. Классная атмосферка. Спасибо, дорогой. Я думаю, мы сейчас ее еще немножечко разгоним. Ну и что такое этот фестиваль? Начнем с этого, наверное. Да, Арсений, пожалуйста, представьте нам, что такое фестиваль стрит-арта. Да, еще и Приволжский федеральный округ. Да, такой статус. И название «Форм-арт». Это фестиваль для художников. Довольно уникальное явление, потому что ни один округ так не объединяет города в стрит-арте. Проходит в 14 городах. В каждом городе рисуется свой мурал. И впоследствии все это... Каждый рисунок, получается, участник конкурса. Так, сразу для всех зрителей давайте поясним, что такое мурал. Мурал. Большое изображение на стене, большое граффити, большая картина. На стене здания, да? На стене здания, да, на фасаде, да. Теперь я знаю, во что я смотрю по утрам. У меня там на мопро нарисовали огромных лошадей. А это как раз... Это как раз я рисовал. Да? Спасибо вам. Слушай, это классно. Это бодрит... Вот, Арсений, да. Мне тоже очень нравится этот рисунок. Вообще классно получился. Вот, значит, фестиваль стрит-арта. И под стрит-артом в данном случае понимается только изготовление муралов. Или там еще какие-то виды деятельности входят? Ну, мурал-то может быть вообще любой. То есть это просто охарактеризование рисунка, видов рисунка. Он может быть хоть сделанный там с применением каких-то материалов. То есть что-то может быть налеплено, какая-нибудь... Ну, что угодно может быть. Рельеф, да? Рельеф, может, какой-то придан. Да, инсталляция. В принципе, ну, небольшая, да. Поэтому мурал может быть просто большой картиной нарисованной на стене. Ну, это обязательно что-то монументальное, да? Не обязательно, не обязательно. Есть современное искусство. А вот термин, который граффити или граффити по-разному называют. Граффити так-то по науке. Это тоже вот относится к стрит-арту? Граффити — это более такая узконаправленная деятельность. А мурал и стрит-арт — это больше... Еще есть такое понятие, как паблик-арт. То есть для людей, которые увидят и что-то поймут. Вот граффити — это больше для такой узкой субкультуры, где люди сами разбираются. Вот они именно ценят определенные стилистики, исполнения и знают друг друга. То есть обывателю, который в этом не сильно разбирается, довольно сложно разобраться, что это такое. Поэтому они говорят «портят заборы», да? Да, но обычно там... Поэтому непонятно, да, что они пишут. В вандализм, да. Ну, бывает. Бывает, бывает. Ну, я говорю, такая оценка есть, я сам так не считаю. Скажите, вот эти муралы, да, они создавались в определенный период времени. Было ли какое-то задание, например, что это должно быть обязательно какой-то социальной тематики, или это должно украшать, или какие-то эстетические функции выполнять? Вообще были какие-то границы для вашего творчества? Изначально, вот первое муралы, которое мы здесь делали, мы создали на фоне общественного проекта. И у нас была цель сделать на социально значимые темы для города Кирова. Сами себе, в общем-то, выставили систему, по которой будем действовать, и реализовали. В дальнейшем для участия в конкурсе, то, что делали мы рисунок, его делали тоже под, как это, по стилистике, приуроченному к дню учителя и наставника в нашей стране. Дню года, не к дню, а к году. К году, да, к году наставника, да. Вот, и, ну, тоже были, выставили некоторые, как задачи, которые важно было решить. Это вот, которые на 14-й школе? На 14-й школе, да, всё верно. Ну, вот раз заговорили уже о тех работах, которые Арсений, расскажите, я знаю, что это далеко не первый ваш мурал, какие ещё были, там, созданные, где можно увидеть ваши работы в нашем городе. Вот помимо 14-й школы и лошадей на мопро, которых мы уже сказали. Да, да, да. Они их и говорили. Так, что, у нас есть прекрасный собор, который нарисовали на Свободу 36. Александра Невский. Это тоже рядом прям со мной. Ну, я прям удачно живу. Так получилось, там много хороших свободных стен. Вот этот рисунок. Потом есть в Нововятске, у нас большая картина «Возьми будущее за руку», она про значимость социальных ячеек, в общем, семьи. Её видно с дороги, когда едешь. Да, да, всё верно. Вспомнил, да. Потом есть на Красино, там во дворах немножко такая, это на экологическую тему мы сделали, фасад. Там руки держат землю животных, которые живут на авиатской земле, и написали, что природа в наших руках. Это я только на фотке видел, живьём не довелось. Что ещё? Есть небольшая работа на склоне, на горнолыжном, который бесплатный у нас на филейке. Там стояла будка подъёмника старая ржавая, и мы её преобразили, нарисовали там сноубордиста. Так разнообразили немножко общественное пространство. Арсений, ну это всё в рамках как бы закона, так скажем. Всё-таки, да, я знаю, что это всё поддержанные гранты, общественные гранты, которые там выиграли, и этот проект был реализован. А всё-таки вот как это, ну трота стрит-артиста или как художника уличного остаётся? Что-нибудь вот создаёте там для себя вот там? Я думаю, что вот я сейчас как раз, пока ехал сюда, размышлял по поводу себя как стрит-артиста. И что я изначально рисовал граффити, и больше навыков развивал в нём. А сейчас перешёл на такие вот, на паблик-арт, на более понятные рисунки, легальные. И вот, скорее всего, что как раз на смежности этих двух специфик и появится что-то такое именно менее легальное, но тоже стрит-артовое, вот так вот. Потому что из одного возьму, из другого. Прошёл, мне кажется, Арсений от ответа. Может быть, вернуться, если к фестивалю, с кем вы соперничаете? Какие города участвуют в фестивале? Слушайте, мы так особо ни с кем не соперничаем. Я думаю, что он как раз направлен на то, чтобы люди познакомились, начали общаться, взаимодействовали какие-то совместные, потом работы выполняли. Поэтому нет соперников. Но кто приехал? Приехали ребята Самара, Саратов. Нет, Самара не приехал парень, по-моему. Так, из набережных Челнов познакомился я с товарищем, из Нижнего Новгорода много довольно художников. Ну, в общем, вообще из всего, я так понимаю, федерального округа приехали, там, кроме нескольких человек, ну, с нескольких регионов. Вот, а так ни с кем не соперничаем. Но лучше эта работа будет названа в результате, это все-таки? Ну, там будет конкурс. Голосование. Голосование народное, да? Я в нем участвовал. Это вообще приятно. Я отметил, что он номер 8 был, да? Да, все верно. Все правильно. Арсений Володой. Это вообще очень приятно. Да, мы, вообще, голосование собрало 18 тысяч голосов, почти 19 тысяч, тысячу из других регионов. Это вообще мега приятно. Для меня, как для художника и для работы, что есть такой отклик, это очень здорово. Лучший комплимент. В итоге этого голосования мы идем, получается, на втором месте. Это тоже немало из других регионов. Да, это очень хорошо. Есть там один нюанс, то, что делится количество голосов на количество людей, проживающих в регионе. А на первом месте кто идет? А на первом месте Самара. А Самара, там она гораздо больше, чем... У них в три раза больше. В три раза больше населения, чем Самара. Да, и там, кстати, очень развита. Я была в Самаре в прошлом году, и я очень много видела муралов. Очень много. То есть у них это вообще какая-то, видимо, тенденция идет, там, въезжаешь в город, и просто один фасад за другим. Вот, и разные абсолютные тематики. Поэтому неудивительно, да, у них уже такая там история своя такая. Понятно. Но с другой стороны, значит, у нас все еще впереди. Конечно. То есть у нас там больше, чем перспективно. Арсений остается в нашем городе, да. Обязательно с удовольствием. Познакомить жителей, да, что художник, который приехал из... Ну, не является нашим земляком, да, творит у нас здесь, но сам родом из Петербурга. Как так вышло? Да, да, так случилось. Ну, у меня матушка отсюда, и она рождена была в городе Киров, и у меня здесь много родственников, дяди, тети, братья, сестры, в общем. Я сюда приезжал каждый год, чтобы проводить отпуск, и для меня стало местом силы. Вот я в какой-то момент решил то, что я отсюда не буду уезжать. Светлана, очень нормальная судьба у меня, точно так же, мама Кировская. Ну, получилось так, в советское время была система распределения, их распределили в Саратовскую область. Они меня там родили. Да, я родился в Саратовской области, но я же вернулся на родину маму. Ну, вы знаете, из Петербурга в Киров очень редко кто переезжает. На самом деле, кстати, не так уж и редко, вот честно скажу, да, есть у нас несколько... Я тоже встречал несколько людей, но самое распространенное, когда люди узнают, это вообще один и тот же вопрос. Зачем ты это сделал? Да, потому что очень многих как раз наоборот. Оборот, все хотят, да. Скорее бы туда, да. Да, все-все. Вот это, к сожалению, это есть. Но вот посмотрите, какой прекрасный пример. Человек переехал, и сколько реализаций здесь получает своим творческим возможностям, и поддерживает, и представляет вообще всю нашу Кировскую область на фестивале. Так что прекрасный пример о том, как можно быть реализованным. Арсений, вот уже вопрос по фестивале. Смотрите, вот когда там у художников проходит ПНР, там понятно, что они пишут, там эскизики свои рисуют, там кто-то успевает написать, да, и что-то более серьезное. Вы-то как вот будете на этом фестивале? Вы же монументалисты. Ну, у нас было дано время на реализацию довольно большое, поэтому... То есть она уже готова. Эта работа уже готова, да. То есть это те работы, за которые мы голосовали. За которые голосовали, да. То есть здесь вы ничего создавать не будете? Сегодня будем создавать небольшую стенку, на Крине будет фестиваль проходить, и совместно порисуем что-то такое будет импровизационное. Скорее всего, тоже ближе к граффити будет, ну, будет ярко... Ну, на внутренней стене где-то там, да? На внутренней, во дворе. Там двор, и там есть красная такая стена с гаражами. А где-то учат граффити? Потому что это же, я знаю, разные техники, там... Я что-то не слышала ни одной художественной школы, где преподавали бы стили. Ну, у нас, я точно знаю, что учились, по-моему, не преподают граффити. Ну, государственные учреждения нет. Есть частные ребята, кто имеет опыт, обладает, и вот учат, проводят мастер-классы какие-то. А так, прям, серьезного образования нет такого. И было бы здорово, наверное, открыть какое-нибудь подразделение на основе детско-художественной школы, например, чтобы уже дети учились, ну, привыкали, как работать баллончиками, аэрозолями, смешанной техники. Поэтому, мне кажется, это было бы очень здорово. Тем более сейчас, вот мы разговаривали с директором одной из художественных школ, они хотят такой грант придумать, чтобы дети нарисовали три мурала, посвященных Воснецовым. Идея вообще прекрасная, я думаю, что они соберут трех художников, кто рисует на стенах уже опытных, им распределят группы, и дети там в течение определенного времени сделают работы большие, серьезные. То есть этот конкурс позволит уже детям, которые уже учатся в художественной школе, так или иначе они занимаются этим. Увидеть, что это может давать плоды, ну, такие визуальные, что можно всегда увидеть свою работу, она останется в городе, еще и за это деньги люди получают. Вообще же прекрасно. Что-то изменилось в уличном стрит-арте, вот, все-таки это где-то, наверное, всплеск был в нулевых, вот спустя 20 лет, сейчас. Ну, в нулевых как раз вот самый расцвет такого граффитизма был. Да, да, да. Это вот все было в Батихо-Хищене, да. Мы помним прекрасные традиции в нашем городе, когда у нас в десятых годах творил выпускник Академии художеств Максим Дерович, художник. Максим, да. Да, работы которого до сих пор можно найти и в парке Аполло, и на улице с Паской, да, в тайном месте запрачечной. Вот. В Культовом, я бы сказал, если мы туда всех гостей города водим. Культовым, да, уже ставший культовым. Вот, 10 лет прошло, да, смотрите работы, которые были написаны в городе, да, сейчас что-то, вот какие-то тенденции новые. Ну, вот, я думаю, что мы сейчас как раз и вводим тенденцию на больше, более такие реалистичные, большие именно работы. Реализм. Реализм, да. Да, вот реализм. А вообще Максим Синдерович, он тут был, я так понимаю, феноменом таким. Это очень-очень круто. Он как поставил уровень города Кирова. Поднял планку. Да, поднял планку. Вот, да, все верно. В дальнейшем, я думаю, что все перешло на вандализм. Это в целом на территории России стали делать проще какие-то рисунки, не заморачиваться. Трафареты вот появились, да, по-моему, где-то... Ну, это как раз, да, после десятых их больше стало. Все верно. Поясним, трафареты с портретами. Да. Да, да. Трафареты с портретами. У нас Лена Авинова прекрасно этим занимается, художница наша театральная. Вот, вот. А мы искали, кто же, что же за человек. Что вы, господи, что вы, господи. Вот эти вот с Мандельштамом, с Годом. Все это, Леночка Авинова, делает чудесное. Лав-арт, да, да. Да, вот мы искали, мы искали лав-арт, да, выясняли, что же это за удивительный человек, который покрывает очень интересными трафаретами наш город с литературными цитатами. Я думаю, что многие из них замечали. Я, как экскурсовод, замечаю, как туристы на них реагируют все. Она делает очень аккуратно все. Да. Мне очень нравится, она вот как бы вот именно тут к вандализму уж никак не пришлось. Да, представим, да, что это художник, оформитель... Художник Елена Авинова, да, она театральный художник. Она очень много делала спектакли в Кировском нашем театре на Спасской, да. И работает по всей России тоже, не только у нас. Может быть, мы раскрыли сейчас секрет. Ну, я ни разу не слышал, чтобы об этом было нельзя говорить. Да? То есть мне никто не говорил. Ну, здорово. Ну, я думаю, что ничего страшного, да. Здорово всем, да? Да, вообще отлично как. У нас наконец-то сложился весь пазл нашей экскурсии. Супер. Да, ну, можно, наверное, так раскрыть секрет, чтобы вот к приезду гостей на фестиваль стрит-арта было дано задание, да, Арсению в том числе, да, показать вообще, чем мы богаты, наш стрит-арт. И вот в ходе поиска, конечно, были обозначены точки, и вот как раз трафареты оставались таким единственным... Сумрачной зоны, да, которую вот не знали, кто это, как найти вообще. Ну, дело в том, что как бы мы находимся внутри процесса, поэтому мы вот такие вещи знаем. Я не знаю, может, правда, страшную тайну раскрыл, но я думаю, Лена меня не будет сильно ругать. Я думаю, все в порядке. Ей честь и хвала за ее трафареты вообще прекрасно. Да, это прекрасные вещи. Супер. Я тоже с огромным удовольствием всегда прохожу мимо этих вещей. Иногда даже останавливаюсь, потому что мысли вдруг... Ну, совмещают, совпадают. То, что дам, да, и у тебя, что в голове... Что город как будто говорит с тобой. Да, именно так вот. Отвечают на то, и эти вопросы внутренние. Да, да. На фестивале что предполагается? Может быть, туда можно еще успеть что-то сходить, посетить сегодня? Да, можем ли мы что-то анонсировать, что там... Ну, да, сегодня будет фестиваль уличных культур, вот как раз про который говорил, что будет граффити, будут ребята танцевать брэк-данс, будет диджей стоять. Вчера пока... Где это будет? Где это будет? Это будет на Крине, завод... Ага. Ага. Задний двор Крина на Карла Маркса. Лофт пространства Крина. Лофт пространства, да, уже очень популярное в городе, поэтому можно просто сказать, на Крине все понимают, да. Когда это начнется? Так, а во сколько это начнется? Это начнется, по-моему, в 4 часа сегодня это начнется. У меня есть некоторые сомнения по этому поводу. Ну, короче, ребят, к Кринам подтягивайтесь, будет хорошо. Да, да, в любом случае... Места хватит, да. Я думаю, что достаточно просто посмотреть, да, ввести фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа, называется FormArt. Если не ошибаюсь, у него есть и социальные, да, и... Сайт, по-моему, есть, и в соцсетях, конечно. И в соцсети, поэтому я думаю, что можно найти. Значит, там будет фестиваль, да, представлены различные культуры, да, еще рассказывали, что вы что-то на Крине будете создавать, да? Да, художники, которые приехали с разных городов. То есть можно будет просто посмотреть, как вы работаете? Да, да, будет процесс. Это вообще прикольно. Именно такой, да, интерактив. Еще создадут один арт-объект из автомобиля раритетного. О, здорово. Кто пожертвовал? Кто пожертвовал? Не знаю, кто такой меценат, кто такой меценат, не в курсе. Но пока мы обсуждали, сказали, что он очень переживает за свою малышку, поэтому... Он-то и делал, они же там пылинки со своих этих автомобилей, ретроавтомобилей. И вы тоже все вместе, да, будете над этим автомобилем? Мы определились, что два художника сразу же себе выбрали, это как поверхность, и никто не был особо против, поэтому будут два художника расписывать с двух сторон. И это все вот сегодня? Да, сегодня. Это все сегодня. Ну и смысл. Я почему говорю, приходить к трем... На Крине есть так чем заняться, даже если он не придется пораньше, там очень много зон интересных, так что заодно познакомятся наши люди с этим. Конечно, сегодня... К тому же сегодня рабочий день, все равно попадут только после работы, да. Ну, сегодня, во-первых, пятница, это не такой уж и рабочий день, с этого я, собственно, и начал, тем более последняя пятница лета. Да, последняя пятница, да. Всегда есть повод чуть-чуть пораньше выйти из работы, тем более есть на самом деле куда. Есть еще какие-то планы, перспективы, уже какие-то, может быть, выигранные, еще дополнительные гранты, или уже все, что вот было выиграно, сейчас реализовано? Еще не до конца, не до конца реализовано. Сейчас реализуется последний фасад на производственный, вот, по гранту «Город добрых соседей». Еще, помимо того, что конкурс проходил по стрит-арту в разных городах, еще была номинация на Киров 650 лет. Вот как раз хотел спросить, потому что была спецноминация. Да, 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 и я тоже туда подал заявку, очень надеюсь на выигрыш и реализацию своего проекта. Потому что, как бы, насколько я понял, читал когда об этом конкурсе, что победили в этой спецноминации, получат как бы спецзаказ именно на 653-ю города. Арсений, ну неужели чужие люди будут делать это для нас? Я так понимаю, что будет три человека, три победителя. То есть три будет, не одна работа, а целых три новых работ от разных художников появятся в городе. То есть это вообще очень классно. На этой ассамбле очень классно. Ну, чтобы разнообразиться. Чем вдохновляешь? Ну, можете все, не рассказывать, что там у вас на 650, но все-таки что, ну, какой-то там объект или это только цифры? Ну, что вот, какой вы на конкурс подали этот проект к 650-летиям? Все-таки мне интересно, да, вот как вы видите 650-летие, да, что там главное должно быть на этой стене. Я подумал про историю, что сделать отсылку к историческим фактам узнал про Киров, то, что как раз его основали ушкуйники, и мне пришла идея реализовать такой проект. Так как они ходили на лодках и перемещались между... Ушкуя. Ушкуя, да. Нарисовать их быт, может быть, даже в разных городах сделать. То есть по их пути нарисовать разные сюжеты из их жизни. Где-то они плывут на лодке, где-то они вышли у костра стоят, где-то, ну, в общем, несколько разных событий по пути следования, как они могли ходить. То есть такую, связать и несколько городов в одну такую вот историю через рисунки. И это вот на... На больших какие-то фасадах. Или это несколько работ? Несколько разных работ. А, то есть несколько, потому что я подумал, как вот на одной плоскости разместить историю. Не-не-не, в одном городе один будет рисунок, в другом городе другой рисунок, и третий может быть такой, как комикс. Только чтобы его весь прочитать, надо из города в город. Надо перемещаться, да. Нужно взять лодочку и отправляться в путь. Ушкуй. Да, естественно, ушкуй, да. Интересная, конечно, очень тема. Вот, когда будут известны результаты... Когда все объявлять будут. Да, да, когда сегодня будет награждение. Сегодня, да? Да, 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 и будут объявлять и победителей этого. Конкурса и победителей в этой номинации. Вот, сегодня будет очень насыщенный день. Это, опять же, вот в рамках вот этого фестиваля, да? В рамках фестиваля, да. А вообще... Какое-то вот время есть, когда будут объявлять? С шести вечера будет прямая трансляция в интернете. В интернете? В интернете, да, да. Тоже вот в группе можно будет найти ссылку на эту трансляцию. И там, ну, я так понимаю, с шести до семи, вероятно, будет. С шести до восьми. Там какая-то, может быть, интерактив, может, какая-нибудь поддержка нужна, может, там еще какой-нибудь... Нет, я думаю, что уже, наверное, все голосование прошло, все решения приняты. Бывает так, что проведут заочное голосование, а потом еще, давайте фонариками светить, или еще что-то такое. Ну, как, у нас фестиваль короткометражного кино, там же из города в город качуют, и снимают, сколько там зрителей фонариков показали, условно говоря. И из этого, исходя, оценивают картины. Интересная какая-то система. Интересная система, да, это уже не первый год, между прочим. Но там единственная беда в том, что надо, чтобы именно было темнее, тем лучше видно. А очень поздно начинать невозможно, поэтому все ругаются, потому что в одних городах уже в это время темно, а в других еще пока солнышко-то даже и не зашло. Вот это вот такой момент. То есть здесь ничего такого не будет? Нет, 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 все, все голосование закончилось, прошло. То есть вот я уже там шло, эту цифру восемь нажал, это все уже ушло, из тех пор уже ничего не делится. Помимо этого еще проходило голосование экспертов, экспертное голосование уже кончилось на два дня раньше. И вот из всех этих показателей, из экспертного голосования, голосования народного и голосования еще из других регионов будет складываться коэффициент, по которому будут определять. Но я помню, что вот как раз те, кто из других регионов взял больше голосов, как бы это в плюс идет. Да, они, как говорили, что они будут считаться за два голоса, каждый из другого региона. У нас обычно, когда голосование, вычеркивают тех, кто из других регионов, мол, нечего в нашем городе вам делать, а здесь наоборот. Хотя мы очень ждем взгляды со стороны, тоже сегодня Арсений проведет экскурсию для гостей фестиваля, потом расскажет, поделится, слушайте внимательно, что будут говорить, что нам где еще добавить, и вообще как мы представлены на этой карте стрит-арта. Это экскурсия для тех, кто приехал, для других художников, да? Да, да, да. То есть ты будешь проводить для других художников, как вместе со Светланой. Ну, конечно, за экскурсия без Светланы в городе Кирилля. Нет, я в данном случае выступила, наверное, как просто проводник по каким-то историческим местам, да, а вот Арсений именно как художник, специалист, и мы в данном случае сошлись, прогулялись по маршруту, нашли интересные места. Где-то я показывала, потому что чаще, может быть, в какие-то подъезды исторические захожу. Многое, наоборот, от Арсения узнала. И у нас сложилась такая интересная, на мой взгляд, экскурсия. Потому что вот я послушал географию Арсения, а там у него очень много вещей совершенно неисторических местах, типа улица Производственная, Красина, там, условно говоря, там истории нет. Но мы пройдемся именно по исторической части, потому что мы хотим еще показать все-таки гостям города, еще связать с историей. То есть у нас есть такие объекты, как, например, там, один, как называется, картина все-таки, или не картина, наверное, да, изображение. Изображение находится рядом с остатком городского вала. То есть тут здесь можно и немножко об истории добавить, да, и о самом художнике. В общем, это оказалось очень интересно. Я думаю, что это перспективная экскурсия. Мы будем думать над этим, развивать. И еще у меня вопрос, который, наверное, больной самым темой. И у нас одна минута, да. Одна минута как раз прошла. Вот у нас есть пешеходная-спасская проект. Да, все верно. Там в некоторых местах, ну, явно скучновато на улице. Вот нет желания поучаствовать в том, чтобы это повеселее стало. На определенный, конечно. Там особенно вот заборы и так далее. Как только, да, разрешат, там как только скажут. Да, как будто официально. Мне кажется, надо инициативу просто проявить в ту же самую дирекцию и обратиться по празднованию, сказать, что вот я могу, хочу сделать. Там они найдут необходимое средство для этого. Мне кажется, надо инициативу просто проявить. Ну, как ты говоришь. Там, тем более, у нас такие люди работают, дирекции отзывчивые очень. Сейчас еще раз запустится конкурс «Город добрых соседей». В принципе, можно рассмотреть эту локацию. Так, вполне, да. Потому что там явно чего-то не хватает. Ну что, мы выйдем на рекламку, потом вернемся буквально через полторы минутки. Мы продолжаем программу «Культ поход». В студии по-прежнему Светлана Дождевых и Николай Голиков. И тема наша возглавится прежней. Сегодня в Кирове проходит фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «Форм-арт». И у нас в гостях один из участников этого форума и один из соискателей главного приза этого форума. Художник Арсений Кифаренко, граффити-художник, координатор общественного проекта «Раскрась фасад». Арсений, еще раз добрый день. Да, добрый день. И, конечно же, вот сейчас очень важно, я вам скажу, шесть цифр. Это телефон нашего прямого эфира. Потому что сегодня «Культ поход», и мы будем разыгрывать наши традиционные призы. Итак, 211-101. Да, и что мы разыгрываем сегодня? Это пригласительные билеты в кинотеатр «Смена и дружба». Также пригласительные в Вятский художественный музей на выставку «Зарикто Доржиева» «Новая степь» ограничения 6+. И на выставку «Город и горожане» ограничения 0+. Также есть пригласительные в Вятскую филармонию. 20 сентября 18.30 состоится открытие 66-го концертного сезона. В Вятской филармонии выступит Анна Цибулева и симфонический оркестр имени Раевского. Ограничение 12+. Есть пригласительные в Вятский палеонтологический музей и в галерею «Прогресса» на выставку современного искусства «Арт Вятка» ограничения 6+. Как всегда разыгрываем книги от магазина «Читай город». Это Вирджиния Моррис «Забота о родителях. Энциклопедия ухода за пожилыми людьми. Ограничение 16+. Ася Володина «Протагонист. 18+.» Ти Кинси «Леди на сельской ярмарке. Всегда откроет пару преступлений. Ограничение 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазине «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», «Макси» на «Луганской» и «ТРЦ-фестиваль». Правила нашей Викторией насадятся прежними. Наш гость задает вопрос, и мы ждем от вас правильный ответ. У каждого есть ровно одна попытка. Ну что, Арсений, вперед. Ну что ж, вопросы будут довольно простые. Первый вопрос. Как называется насадка на баллон, которая дает толстую линию? Ой, ты... Ничего себе простой вопрос. Ничего себе простой вопрос. Может быть, есть варианты ответа? Придется, наверное, дать варианты. Я дам лучше подсказку. Это жирная насадка. Если кто-то загуглит, сразу же поймет, о чем я говорю. Ну, будем надеяться, что у всех в руках смартфоны. Наверняка. Наверняка. Сейчас они есть у всех. А второй вопрос после ответа. Да, конечно, уже после ответа. Итак, еще раз повторим. Значит, насадка на баллон, которая дает какую-то толстую линию. Жирную линию. Жирную линию. Но слово «жирный» как-то ты акцентируешь. Может быть, в этом есть какая-то подсказка. Ну ладно, посмотрим. Какое-то иностранное, наверное, слово. Абсолютно точно. Вот говорила простые вопросы. Простейший. Это, понимаешь, для художника может быть простейший вопрос. Еще более простого я не придумал, если честно. Я не знаю. Ну, сейчас подождем. Посмотрим. Напомним номер телефона прямого эфира 211-101. Вот. Арсений утверждает, что легко можно найти ответ, да? То есть сразу выйдет. Да. Вот. Здесь у нас однажды, еще в прежних ультпоходах, еще несколько лет назад, просто по оговорке человек задал очень простой вопрос. Он спросил, как звали писателя Федора Михайловича Достоевского? Вот надо вот такие вопросы задавать. И самое интересное, что первый ответ был неправильный. Михаил, да? Потому что люди почувствовали, видимо, подвох какой-то, да? А он просто оговорился. Он просто хотел спросить, ну, как звали Достоевского, да? И он так говорит, вот такой вопрос. И, слава богу, еще вариантов ответа не дал. И первый звонок, я не помню, сказали то ли Владимир, то ли Михаил. То есть мы просто так вот друг на друга все посмотрели, знаешь. Ну, это надо было постараться, чтобы смочь. Итак, мы все еще ждем ваших звонков. Пожалуйста, дозванивайтесь. Я думаю, что если... Ну, нет, пока нам, да, звукорежиссер подсказывает, что... Пока никто не звонит, да. Ну, правда, это... Давайте, может быть... Так это сложный вопрос. Я немножко натолкнуть. Да, все правильно сказали. Это иностранное слово. Давайте мы дадим варианты ответа. Сможешь придумать прямо сейчас? Три варианта ответа. Трижды, да. Ну, два неправильных, один правильный. Все, нормально. Сейчас, сейчас. Надо пойти на помощь нашим слушателям. Мы хотим дать им приз. Конечно. Биг Кэп, Фэт Кэп, Красти Кэп. Биг Кэп, Фэт Кэп и Красти Кэп. Да, да, три варианта. Ну, хотя бы можно угадать, да. Все уже, да, уже для жирной. Ну, я, по-моему, не мерил, уже знаю. Для такой, да, была бы такая подсказка, жирная подсказка. Да, была жирная подсказка. Жирнейшая. Итак, да, такой вот профессиональный сленг, да, ваших... Ну, это, скорее всего, просто термин уже. Термин, да, да. Не совсем сленг, да, то есть он имеет название как-то... Да, техническое название именно, и это его определение именно самого изделия. Вот, конечно, есть звоночек. Ага, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый-добрый день, Денис меня зовут. О, Денис, здравствуйте. По-моему, впервые к нам дозвонились, нет? Да, здравствуйте. О, здорово. Мы очень рады новым слушателям. Знаете ли вы, слышали ли вопрос, или надо повторить? Вопрос я слышал, и слышал варианты ответа. Ага. Нужно повторить. Если в студиологике, то мне кажется, что это бигкэп. Вторую попытку мы даем. Да, дадим. Давайте дадим. Там была подсказка, там была подсказка, жирная подсказка, что эта насадка дает жирную линию. Жирную линию, да. Давайте еще раз повторим. Бигкэп, фэткэп. И крастикэп. Тогда, наверное, крастикэп. Так, ну тогда следующий позвонивший просто почти автоматом, если вы правильно скажете, получит определенно. Получит свою, да, награду. Такое было, такое тоже бывало, когда человек звонил. К сожалению, Денис, но мы рады, что вы к нам позвонили. Он говорил, вот, второй. Мы говорим, так вы скажите, что не помню. Ну там, понятно, первый, третий промахнулись. Он говорит, второй, мы тогда опять же приз не даем. Уважаемые слушатели, у вас есть уникальные возможности. У нас осталось две минуты. Может быть, Арсений, да, еще один вопрос. Давайте, да, второй вопрос запустим. Еще второй вопрос. На какой-нибудь ответят. На какой-нибудь, хорошо. Звонок. Ага, есть у нас еще звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь. Нет. Пип, 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 не дождались. Тогда второй вопрос. Так вот, второй вопрос. Как зовут самого неизвестного, известного художника Великобритании? Уличного художника? Отличный вопрос. Здесь, на самом деле, вариантов пока не надо. Здесь вариантов не надо. Итак, самый известный, уличный художник. И самый неизвестный. Известный и неизвестный, да. Да, и при этом никто до сих пор не знает, что это за человек. Да, его псевдоним, ну как его назначают, скажем так, как он себя называет. У нас есть звонок, здравствуйте, в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Валера. Валерий, да, на какой вопрос вы будете отвечать? У нас уже два их прозвучало, про насадку на баллон и про известного уличного английского художника. Про насадку на баллон. Так, это? Я так понимаю, что это второй вариант, по-моему. А напомните ответы. Би-кэп, фэт-кэп и крис-пи-кэп, да? Фэт-кэп. Фэт-кэп, да. Все верно. Все верно. Выбирайте приз или вас отправить к редактору. К редактору у нас не осталось времени, да, мы передаем. Когда сейчас редактор переключится и редактору выберите приз. Все, мы тогда, к сожалению, на второй вопрос уже оставим. Оставим. Ну, я думаю, что Бэнкси все узнали. Понятно, все понятно, нельзя же было подсказывать. На этом, к сожалению, нашу программу заканчиваем. Хотелось бы еще поговорить. Это была программа «Культпоход». В эфире была Светлана Дождевых и Николай Иголиков. В гостях у нас был Арсений Кифаренко. Всем прекрасных выходных. До свидания. До свидания. До свидания. «Культпоход» Продолжение следует...